...препятствий, чтобы люди могли свободно приехать к нам. Сегодня в селе Первомайское гремели выстрелы. В бою сошлись подразделения Красной Армии, части немецкого вермахта. Реконструкцию сражения времен Великой Отечественной провели исторические клубы Донецка и Днепропетровска. За боем наблюдали и наши журналисты. Быть реконструктором дело не дешевое. За полную экипировку нужно выложить около 10 тысяч гривен. Вот снаряжение пехотинца полностью... ...по 41-му году. В 42-м году уже были ботинки и вместо кепки, вместо пилотки была кепка. А сделанный под старину автомат стоит порядка 2000 долларов. Правда, стреляет это оружие только холостыми. Тут вместо патронов патроны холостые. То есть для шумовой стрельбы используются. Вот они абсолютно безопасные. То есть как бы создают эффект стрельбы. Если одежду и оружие берут из исторических источников, то сценарий битвы додумывают сами участники. Он, кстати, должен быть максимально приближенным к реальным событиям. Мы планируем три немецкие атаки на позиции красноармейцев, которых всего 4 человека. Первая атака отбивается, вторая атака отбита тоже. К этому времени убиты все красноармейцы. И остается один боец, который, скажем, не хочет отступать, сдаваться в плен, а хочет решительно защищаться до конца. И подрывает себя и немцев. Кто-то же должен быть немцем, кто-то же должен в поле умирать. Кто-то должен показать, как выглядеть немец. Чтобы не забывали. Жители Первомайского с интересом наблюдали за происходящим и от души смеялись над неожиданностями. Впрочем, несмотря на этот казус, вышло исключительно зрелищное представление. Конечно, немцев очень много, наших очень мало, но наши молодцы. Наши бьючки, да. Вот, понимаешь, уроки. Ну, им хэндэхох надо, и все. А что, им хэндэхох. Тут даст столько мира, столько народу. Не знаю, сдаваться. Однозначно. По окончании битвы все, включая условно убитых, накормили отменным солдатским кулешом. А посвятили эту реконструкцию открытию памятника солдату Дмитрию Пашуре, погибшему здесь в годы Великой Отечественной войны. Максим Савченко, Александр Гренко. Специально для телеканала Донбасс.